Это первая проверка весны, но как и зимой, госавтоинспекторы обнаружили на дорогах Саранска много недостатков. Проезжая часть не соответствует государственным стандартам. Состояние уличной дорожной сети на троечку. На пересечении улиц Республиканской улицы Красноармейская при обследовании улиц на дорожной сети обнаружено повреждение проезжей части в виде выбора, глубина которой в момент осмотр составляет 13 сантиметров, ширина составляет 195 сантиметров. Инспекторы отдела дорожного и технического надзора проводят такие рейды регулярно, но в этот раз к ним присоединились и сотрудники прокуратуры Ленинского района. Обследование проезжей части показало – повреждения слишком большие, и это не лезет уже ни в какие рамки, точнее линейки. Пересечение улиц Батилградская улица Трешкова на проезжей части обнаружено выбором, длина которой на момент осмотра составляет 190 метров, длина составляет 11 сантиметров. По закону, содержанием уличной дорожной сети занимаются органы исполнительной власти, органы местного самоуправления или юридические лица, в ведении которых находятся эти самые автодороги. В данном случае выбоины обнаружили в границах городского округа Саранск, а администрация города передала дорожную сеть в управление казенному учреждению Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства. В отношении должностного лица, руководителя казенного учреждения городского округа Саранск, Дирекции благоустройства, будет возбуждено дело административного правонарушения по части 1 ст. 12.34 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации и будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Дирекция коммунального хозяйства не содержит дороги в порядке, а значит не обеспечивает безопасность дорожного движения. Организацию ругали неоднократно и предупреждали, нарушать требования закона недопустимо и дела об административном правонарушении возбуждали много раз. Но до сих пор водители вынуждены лавировать на проезжей части. А там, где объехать яму невозможно, автовладельцы жертвуют колесами и подвеской. Олеся Плакиткина, Наши новости.